Здравствуйте! Новости 24 на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов. Кирпичные заводы Дагестана закрываются. Радикальные меры были приняты к тем предприятиям, которые нарушали экологическое законодательство. Таких оказалось более 20. Решением главы Дагестана работникам завода была дана возможность доработать до конца прошлого года. С нового же 2019 года продолжат работы только современные предприятия. К заводам, расположенным между Махачкалой и Каспийском, уже перекрыт газ. На объектах идет демонтаж оборудования. А на землях, нарушенных в процессе напольного обжига кирпича, будет проводиться рекультивация. Отметим, что Минприроды готовы оказать содействие предпринимателям, готовым работать в новых условиях. Теперь им предлагается принять участие в аукционах на право разработки новых современных мини-заводов. Овощи с одним из опасных вредителей мог получить любой житель Дагестана. В свежих огурцах и перцах специалисты Россельхознадзора нашли калифорнийского цветочного трипса. В пропускном пункте Яра Казмоляр был досмотрен автомобиль, следовавший из Ирана. При визуальном осмотре плодовочной продукции в упаковочном таре был обнаружен один из опасных вредителей цветов, переносящий вирус растений западный калифорнийский цветочный трипс. Лаборатория исследования отобранных образцов, проведенная на базе дагестанского филиала ФГБУ в Никар, также подтвердила наличие перевозимой продукции западного цветочного трипса. В состав груза входили свежие огурцы и перец. весом около 18 тонн. В отношении груза принято решение о его возврате в страну экспортер. Добавим, что на дагестанском участке западный трипс выявлен впервые. Республика является свободной от данного вредителя. Данные геолокации смогут использовать при поиске детей. Депутаты Госдумы Российской Федерации приняли соответствующий законопроект накануне. Использование данных о местоположении телефона становится возможным исключительно по заявлению родителей или опекунов. При этом отмечается, что если сим-карта устройства зарегистрирована на другого человека, потребуется также его письменное согласие. Политики считают, что эта мера существенно ускорит поиски потерявшегося ребенка. Далее дайджест представит моя коллега Хадижа Курбанова. Подозреваемый в убийстве 24-летней девушки задержан в Махачкале. По горячим следам полиция задержала 28-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве жительницы города Избербаш. Преступление было совершено 10 января поздней ночью. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Дагестанцы арестовали на пять суток за самовольное подключение к газовым сетям. За нарушение мужчина должен был заплатить штраф, однако в назначенный судом срок административный штраф не был оплачен. Судебный пристав составил в отношении должника протокол и направил его в суд. Семья дворника из Дербента переехала в квартиру, подаренную мэром города. Решение о покупке квартиры Гашимовым Хизри Абакаров принял после того, как узнал историю Амира, который в течение нескольких лет помогает своей маме, уборщице, вести улицы. В беседе с журналистами Амир поделился мыслями о том, что первыми позовет в гостя главу города и школьных друзей. Машидата Марасхабова выписали из больницы после огнестрельного ранения. На заслуженную артистку Дагестана было совершено покушение в ноябре прошлого года. Преступник поджидал ее у въезда дома и произвел выстрелы из пистолета. Попал один раз. Как сотканная паутина, легкие традиционные кумыгские платки-тостары. Когда-то их умела плести каждая кумыгская женщина. Найти мастерицу по плетению тостаров теперь большая удача. Чем уникален платок и почему должен быть у каждой женщины, расскажет наш корреспондент Луиза Раджабова. Жамина Шугайбова из селения Нижней Казанище Буйнахского района 18 лет обучает сельских девочек делу прабабушек в школе искусств. Прежде чем научиться плести настоящий шелковый тостар, у нее ушли долгие годы. Каждая клеточка – тяжелый труд, кропотливая работа. Не все выдерживают. Но ученицы не сдаются раз за разом, накидывая петли под чутким руководством мастерицы Жамины. Вот эти платки одевали у нас женщины в годах, можно сказать, 35-40, дальше носили. А вот одинарные носили молодые. И невесты одевали, калом давали еще вот эти платки. Девочки должны были научиться вышивать и платки плетать. Жамина Маровна не только хорошая мастерица, но и сама придет в нити. За коконами шелкопряда она специально ездила в Среднюю Азию. Дома у себя для них отвела отдельную комнату. Создала все условия, чтобы шелковичные черви и в Нижнем Казанище чувствовали себя как дома. Вот такой платок можно на же год сидеть работать. Она очень такая работа. Если женщина на работу не ходит, дома сидит, можно за три месяца сделать. Соединив по крупицам знания, Жамина возродила в Буйнакском районе исчезающее ремесло и приняла первую группу учениц. Плетение – это только часть дела. Самое сложное – приготовление ниток. Сотканый из других нитей платок считаться настоящим-то старым не может. Такая нитка получается у нас из этого кокона. Вот такая тонкая нежная ниточка. Знаете, сколько можно? Даже 2-3 километра можно из одного кокона получать такую нитку. Такая она тоненькая-тоненькая. Благодаря мастерице Жамини и ее ученицам будущее кумыскому платку тест-тар обеспечено. Луиза Раджабова, Салман Китихмай, телеканал ННТ, Буйнакский район. О спорте. Дагестанские борцы вольного стиля готовятся к новому сезону. В эти дни команда проводит свой очередной тренировочный сбор. В пригороде Махачкалы в новом центре олимпийской подготовки занимается около 80 борцов. На одном из занятий побывал Курбан Рагимов. Просторный зал нового ЦОПа свободно вместил всех борцов. Около 80 вольников готовятся к сезону 2019. До старта гран-при Иван Ярыгин две недели. В команде, как всегда, острая конкуренция. Претендентов на поездку в Красноярск много. Оттого и схватки более чем захватывающие. Тренер Гайдар Гайдаров вспоминает, в предыдущие годы на Ярыгинске ездил целый десант дагестанских борцов. Тогда не было никаких отборов и ограничений. Сейчас же попасть в заявку сборной России стало намного труднее. Эта ситуация с чем связана? То, что рейтинговым сделали Ярыгина и от России только три человека допускается. Это с этим связано. Я думаю, что такое же количество и сейчас тоже было бы. Из-за этого сделали два отбора до Ярыгина. Это Аланы и Миндяшвили. Из-за этого такое маленькое количество пропадет. Но я думаю, что на медалях это не отразится. 20 наших вольников отправятся в Красноярск на неделю раньше основного состава. У них нет допуска к Ярыгинскому. Право участвовать в гран-при они будут оспаривать на турнире на призы Академии Миндяшвили. Для Эляса Бекбулатова этот старт станет первым за долгое время. Здесь после череды травм чемпион Европы выступит на вес выше – до 70 килограммов. В Кавруда очень соскучился, особенно по соревнованиям. Давно не боролся уже. Месяца восемь, наверное. А состояние уже получше. Я тихонько в себя прохожу. Я думаю, на Россию уже самую оптимальную форму наберу. Вот сейчас, получается, пока весом борюсь. И я думаю, уже этот год проблем не будет с весом. У меня диетолог есть, он и мой тренер. Вместе мы работаем все время. Я думаю, весом проблем не будет. И я буду в своем весе выступать до конца олимпийского цикла. Первым номерам повезло больше. Участники Октябрьского чемпионата мира поедут на гран-при без отбора. Пока под вопросом участия капитана Садулаева травмирован легковес Угуев, а Рашидов планирует сменить вес. Остальные лидеры за две недели до старта в полной боевой готовности. Тренировочный процесс. Машал у нас всегда хороший бывает. У нас такая конкуренция. Очень много спарринг-партнеров. Тренера хорошие. Очень много ребят. Машал у нас хороших. И нельзя кого-то недооценивать из молодых. Молодые очень хорошо подтягиваются. Есть все условия для подготовки. Главное – результат. Машал результат тоже будет. Вместе со сборной Дагестана тренируется 20 борцов из соседнего Азербайджана. Приехали также вольники из Казахстана и Италии. Я выбрал Дагестан, потому что местная школа борьбы считается лучшей в мире. Тут шикарные условия и спарринг-партнеры. Я уже успел побороться с такими мастерами, как Рашидов и Бекбулатов. Сам готовлюсь к весеннему чемпионату Италии. Медальный план у сборной Дагестана простой – привезти как можно больше золота. Победители получат путевки на главные старты. Весной национальная сборная примет участие в Кубке мира и чемпионате Европы. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И к этому часу у нас все. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон.